Починительные союзы условия в английском языке. К основным таким союзам можно отнести следующее. Конечно, прежде всего это if, если. Например, я это сделаю. I'll do it if you help me. Если ты мне поможешь. I'll do it if you help me. Мы с вами помним, что после if мы не употребляем будущее время. For example, if she comes. Если она придет, мы будем рады. If she comes, we'll be happy. И сразу обращаем внимание на то, что если if идет во второй части предложения, то запятая не нужна, как здесь. I'll do it if you help me. Если же в первой части предложения, сразу после if, то запятая нужна. If she comes, we'll be happy. Далее, in case, в случае, I'll borrow more money. Я займу больше денег. I'll borrow more money in case. В случае, если I need cash. В случае, если мне понадобится наличность. I'll borrow more money in case I need cash. А здесь, видите, опять же, после in case мы не употребляем с вами future simple. Только present simple. Простое в настоящее время. Это, в принципе, справедливо и для unless, и provided. Значит, unless до тех пор, пока. До тех пор, когда я не достигну самого высшего уровня. I'll study English unless I reach the highest level. Значит, давайте более внимательно посмотрим на это предложение. Yes, right. I'll study English unless I reach the highest level. And one more example. Еще один пример с союзом provided. Provided означает if. Вот, смотрите, помните первое предложение? I'll do it if you help me. Здесь, в принципе, мы также можем сказать I'll do it. Provided. I'll do it provided you help me. В принципе, видите, здесь if и provided синонимы. Но, конечно, мы с вами if употребляем гораздо чаще. И мы с вами употребили if самую простую конструкцию, когда мы говорим о будущем, о времени. Это первое условное наклонение. Но также есть и другие варианты. Например, if I were in America now, If I were in America now, я был бы счастлив. I would be happy. Если я сейчас был в Америке, я был бы счастлив. If I were in America now, I would be happy. Или также пример с третьим условным наклонением. If she had agreed, если бы она согласилась. If she had agreed, she wouldn't have made that mistake. If she had agreed, she wouldn't have made that mistake. В этот раз повторим. I'll do it if you help me. If she comes, we'll be happy. I'll borrow more money in case I need cash. I'll study English unless I reach the highest level. I'll do it provided you help me. If I were in America now, I would be happy. If she had agreed, she wouldn't have made that mistake. If she had agreed, she would have made that mistake.